Западная демократия чем хороша, что там влияние общества на власть существенно. У нас, немножко дико конечно это выглядит, что у нас за всю 20-летнюю, за 20-летнее время независимости не было проведено ни одного референдума, хотя попытки были. Как можно выяснить мнение народа, не ведя с ним диалог? То, что мы раз в 4 года эту власть избираем, я думаю, что этот механизм не отражает ни мнение народа, ни его, так скажем, пожеланий власти, потому как обещают нам много и часто, а вот исполнение этих обещаний зачастую выполняется плохо. Либо выполняется плохо, либо не выполняется вообще. Если наши политики говорят, что все предвыборные обещания это просто пустая предвыборная риторика, в этот ритул не стесняясь говорят, то как это можно комментировать? По-хорошему, вот была бы моя воля, я бы ввел бы какую-то административную, вплоть до уголовной ответственности за те обещания, которые дает власть обществу. Ведь если предприниматель заключает контракт с другим предпринимателем или с государством, и эти обязательства не выполняет, прямым следствием является судебное решение и наказание. Общество делегирует государству власть, самое главное в стране, и зачастую народ обманывает. То есть должен быть некий социальный договор между властью и народом ее избравшим, для того, чтобы народ мог как-то контролировать. Но хорошо, кто сможет расписать этот договор? Должна быть обратная связь и ответственность. Вот представьте себе, допустим, некто ГИМП, возьмем ГИМП, он открыто скажет, а я вам ничего не обязан, у меня поменялось мнение и все. То есть в нынешних условиях это невозможно. Кто должен, скажем, по вашему мнению, выступить с этим предложением, если, допустим, у нас гражданское общество слабое, как вот мы сейчас видим, либо оно должно усилиться за счет участия в разных проектах, но опять-таки нужны деньги. То есть вот как вы себе представляете вот эти шаги, эту, я не знаю, некую дорожную карту для того, чтобы пройти этот путь и выйти на следующие выборы, которые у нас будут через два года, с, возможно, вот этим предложением. Кто тот орган, который должен внести это предложение, может быть неформальный орган от граждан, который, и как он может сформироваться? Да будет от долга и тенет тернист. Дело в том, что действительно власть можно только заставить. Надеяться, что там проснется совесть, не приходится. Но заставить это опять-таки силой оружия тогда получается? Не обязательно оружие. Дело в том, что Европа тоже много нахлебалась и крови, и сейчас еще зачастую отплевывается. Ну, в принципе, можно еще что сделать? Можно парализовать транспортные артерии, то есть когда люди выходят все на улицу и требуют чего. Просто люди должны осознать себя гражданами. У нас плохо работает судебная система. Есть чисто формальные процедурные вопросы, которые должны выполняться в государстве. Осознать себя гражданами? Вот я себе, допустим, пытаюсь представить. Люди осознали себя гражданами. Первый шаг. Следующий шаг. Нельзя молчать. Надо учиться самоорганизовываться в те же общественные организации. Надо не верить на слова предвыборным обещаниям, а строго спрашивать с этих партий. Вот следующие выборы будут. Надо взять программы обещания этих партий. Кто что обещал, и чтобы это было вывешено. Они станут показывать друг на друга пальцы. Гимбо говорит, мне коммунисты мешали. Коммунисты говорят, нам либерал-демократы мешали. Они так другого мешали. Либерал-демократы говорят, что вот тут демократы мешали. И получается, что мы как общество перед игроком в наперстке. Потому что мы немножко не понимаем, что происходит. А если и понимаем, то в любом случае наша позиция изначально выигрышна в этом. Вот вы, допустим, напомнили про то, что не проходили референдумы. И действительно, обществу ни разу не дали возможности высказаться. Вернее, ни разу решение, высказанное обществу, не приняло никакой формы, не приняло никакой силы. Понятно. Дело в том, что вся основная ответственность лежит, конечно, на политических элитах. К сожалению, они у нас слабенькие, эгоистичные и не умеют договариваться. Мы живем в многополярном мире, многовекторном. Они же почему-то, как лебедь, рак и щука, каждый тянет в свою сторону. У нас есть интересы и на Западе, и на Востоке. И мне непонятно, почему первым шагом в Молдове не вступить, скажем, в качестве наблюдателя в тот же таможенный союз. Если, скажем, политические там советники и... Там, по-моему, формы наблюдателя не предусмотрены. Предусмотрены. Украина добивается такого статуса. Вот. Значит, что еще? Ну, если говорить о предстоящих выборах, ну, предположим, опять придут к власти коммунисты. Наберут свои 61% и общество все равно будет расколото так же, как и сейчас. Да, то есть выход... Власть не видит и не слышит оппозицию. Усадить их за круглый стол и заставить решать общие государственные задачи очень сложно. А мне вот представляется, что это первый шаг гражданского мира и согласия. То есть, в принципе, граждане... Есть еще один вариант продвижения демократии. Вот как многие, скажем, сторонники западных ценностей апеллируют Грузию. Что вот, американцы туда пришли, профинансировали, сменили все МВД и навели там порядок. Но сейчас мы видим, что не все так просто. Что это не является ростками демократии. Это, скорее, ну, скажем, опричиной времен Ивана Грозного, когда... Или Тантан Макуты. Тоже был известный период, когда люди состоят на службе у государства, получают все блага и... Понимая это, начинают строить взорвавшихся бояр. Вот то, примерно, что сейчас мы получили в Грузии. Они ответственны только гранту Конституции, а перед обществом МВД ответственности вроде как бы и несет. Хотя приятно, что министр МВД, увидев все это безобразие, которое сейчас показали нам по телевидению, подал отставку. Наши чиновники в отставку не уходят. Их только за ноги можно вытащить.